добрый день алексей тема сегодняшней нашей встречи чем полезны возможности контакт центра интернет магазин могли бы вы рассказать что сегодня происходит в сфере интернет-торговли добрый день сначала представлюсь алексей белов я коммерческий директор контакт-центра открытая линия если мы говорим о сфере интернет-торговли хочу отметить что это наиболее динамично развивающая сфера на текущий момент в экономике россии цифровой экономики россии и по разным оценкам разных аналитических агентств рынок интернет-торговли в россии вырос в прошлом году на 40 60 процентов это самый большой рост за последние 10 лет и это во многом связано с развитием регионов интернет-торговли в регионах стали с включением в этот процесс мелких и средних интернет-магазинов а также с развитием нет некоторых сфер интернет-торговли которые раньше не были столь популярны например сфера торговли интернет интернет-торговли продуктами питания в прошлом году выросла в два раза естественно с учетом такого бурного роста мы наблюдаем и рост конкуренции в этом сфере в этой сфере а как же интернет-магазину выделиться в глазах клиента среди прочих конкурентов да вопрос становится наиболее актуальным здесь таким активным ростом конкуренция растет что делать соответственно две задачи которые очень важны для любого интернет-магазина это как получить как привлечь клиентов на свой сайт и второй момент это как продать собственно товары свои или услуги на своем интернет-сайте если за первый блок отвечают маркетологи которые думают о том как правильно быстро дешево эффективно привлечь клиента на сайт то 2 2 задача это обслуживание клиентов как эту заявку быстро эффективно обработать качественно проконсультировать клиента дать необходимую достаточную информацию сделать возможные до продажи и еще очень важный момент такой что заявки начинают приходить из разных каналов то есть это не только телефон это еще и социальные сети мессенджеры и чаты например в каких случаях возможностей колл-центра будут полезны интернет магазин интернет магазинов очень часто бывает ярко выраженная сезонность связанная с праздниками и связи с этим с повышенным покупательским спросом в такие периоды количество обращений в интернет магазины может увеличиваться в 3 5 10 а то и более раз и и естественно справиться с таким объемом обращений своими собственными силами практически никому из интернет магазинов не удается и причем не важно здесь какой у него размер маленький или большой с этим пиком справиться можно только с учетом привлечения подрядчиков дополнение к своим собственным ресурсам и поэтому контакт-центр как никак нельзя кстати в этом процессе участвуют помогая интернет магазином решить эти пиковые сезонные нагрузки а почему именно контакт-центр ведь все эти функции интернет магазин вполне может выполнять самостоятельно может выполнять самостоятельно и он это делает но тут важно понимать есть приоритетные задачи которые делают например внутренний колл-центр обрабатывая некий поток обращений от клиентов а есть задачи которые из периода в период компания не успевает выполнять интернет магазин это важные задачи не менее чем может быть не менее важные чем обработка самих обращений это могут быть и работа по оценке качества услуги всей компании интернет-магазина это могут быть работы с брошенной корзиной которую часто забывают интернет-магазина это хороший пласт дополнительных продаж это может быть обработка сообщений в других каналах через которые пишут обращаются клиенты и вот в таком случае на использование аутсорсинга очень полезно потому что это выдает возможности до продаж помимо этого для малых интернет магазинов которых становится все больше возможность организовать круглосуточный сервис или работу в выходные дни или или работу на другом языке например да то есть это это все очень стоит достаточно дорого и малые и средние интернет-магазины просто не могут себе это позволить сделать в собственном штате поэтому они используют аутсорсинг для экономии средства как интернет магазин будет отслеживать работу сотрудников контакт-центра которые для него являются сторонними если нам как поставщику услуги удается сделать так чтобы наши сотрудники не казались сторонними а стали фактически сотрудниками интернет-магазина при таком идеальном варианте схема никак не меняется то есть они интернет магазин что используют своих собственных сотрудников что сотрудников контакт-центра процессы абсолютно идентичны как сейчас контролирует интернет-магазин своих сотрудников так он и будет контролировать сотрудников аутсорсинга но принимая во внимание то что что наши сотрудники находятся удаленно на расстоянии, мы используем те технологии, которые у нас есть. И даем возможность интернет-магазинов контролировать наших операторов через личный кабинет. Для каждого клиента у нас есть личный кабинет, и там он в режиме реального времени может слушать звонки, смотреть за работой операторов, контролировать качество их работы, параметры их работы, контролировать конверсию в продажу и другие параметры, согласованные между нами и интернет-магазином. Вот эта комбинация, личный кабинет плюс работа выделенных специалистов, менеджеров проектов, которые позволяют также дополнительно контролировать работу операторов, она, в общем-то, дает основной успех и результат в работе колл-центра. Какой эффект может ожидать интернет-магазин, когда начинает использовать ресурсы контакт-центра? Основная идея, с которой приходят интернет-магазины к нам, это сокращение количества пропущенных звонков. Потому что сокращение количества пропущенных звонков равно повышению продаж. Если клиент не дозванивается до интернет-магазина, он тут же делает звонок в другой интернет-магазин, где есть такой же товар, и покупает там. Поэтому важно, чтобы максимальное количество звонков было принято. То же самое с обработкой заказов. Если заказ попадает в интернет-магазин и долгое время не обрабатывается, шанс потерять этот заказ весьма велик. Поэтому важно, чтобы этот заказ был обработан в считанные минуты после поступления. И, соответственно, вот с такими задачами интернет-магазины к нам и приходят, повышая тем самым свои продажи. Что вы можете сказать о сотрудниках контакт-центра, которые будут работать для интернет-магазина? Чаще всего, если мы говорим о большом количестве поступающих звонков, о работе в каких-то дополнительных средах, на примере CRM-системы, на примере каких-то других систем, связанных с работой самого интернет-магазина, где будут работать наши операторы, чаще всего мы индивидуально подходим к выбору операторов-исполнителей для такого проекта. Иногда мы даже открываем дополнительный найм под запросы интернет-магазина, возможность для специалистов с опытом работы в конкретной сфере по продаже товаров, определенного вида товаров или услуг. При более простых задачах, связанных с опросом оценки качества, с информированием клиентов, с подтверждением заказов, мы можем использовать операторов общей категории, так называемой, которые работают на разных интернет-магазинах. Их задача заключается именно в том, чтобы хорошо делать свою маленькую и простую работу, но в большом количестве. А как происходит передача функций интернет-магазина «Контакт-центр»? Очень важный момент именно процесс передачи проекта от заказчика к исполнителю. От его успешности зависит то, насколько плавно и быстро пойдет этот процесс. Важно участие обоих сторон, не только колл-центра. Колл-центр будет делать все необходимое, но без той информации, которую он должен получить от интернет-магазина, процесс не работает. Соответственно, две стороны активно участвуют в этом процессе. Интернет-магазин передает базу знаний о товарах, о услугах, о своих регламентах, бизнес-процессах и тому подобное. А «Контакт-центр» должен это быстро впитывать, должен быстро эти процессы изучать и обучать им своих сотрудников, своих операторов, которые будут работать. Тут мы и составляем скрипты разговора, тут мы настраиваем метрики. Параллельно с этим идет технологический процесс. Соединение телефонии интернет-магазина и нашей и соединение возможных CRM-систем или других возможных систем для работы наших операторов. Эти два процесса идут параллельно, и в среднем они занимают от одной до трех недель, в зависимости от сложности проекта. Что еще полезно знать интернет-магазину по этой теме? Важно интернет-магазинам понимать, что колл-центр может помочь им делать те продажи, которые они сейчас не делают по каким-либо причинам. Они могут либо использовать колл-центр для увеличения количества часов обрабатываемых. То есть линия просто больше будет на продаже работать ночью, просто продолжать дневной день. Потому что многие интернет-магазины сейчас работают по всей России, а некоторые по странам зарубежья. И, соответственно, работать в типичном графике с 9 до 9, это уже потеря некоторых продаж. Колл-центр эту задачу хорошо решает. Днем могут работать свои специалисты, ночью работают специалисты колл-центра. Помимо этого, колл-центр может выполнять функции, которые собственный колл-центр сейчас не успевает сделать. Как я сказал, это работа с брошенными корзинами, например, оценка качества услуг, какие-то услуги по информированию, по спецпредложениям, по акциям. То есть то, что не является постоянной нагрузкой. Ну и в третью очередь, это работа в тех каналах, которые сейчас по тем или иным причинам интернет-магазинам не охвачены. Это социальные сети, это мессенджеры, это чаты. Оттуда тоже могут поступать, и все больше и больше выступает заявок. И важно эти заявки обрабатывать и не терять их. Таким образом, укрепляя имидж своего интернет-магазина и повышая количество продаж. Спасибо вам за ответы на вопросы. Всего вам доброго. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!